В преддверии такого события у меня выпала честь провести эту презентацию, эту школу, потому что у нас будет крупное событие от компании 24 января. И чтобы на этом событии вы не сидели и не думали, что же я так, и снова событие, и снова я с собой никого не привез, или снова я привез мало людей, а мог бы и тому позвонить, а мог бы и тому рассказать. Просто у меня такие мысли посещали неоднократно, когда я понимал, что я недороген. Давайте спланируем нашу работу, и оставшееся время, которое у нас есть, буквально несколько дней, мы сможем эффективно проработать и вывести максимальное количество людей на это событие. Вы видите на этом слайде события, которые есть у наших соседей в России, вы можете увидеть картинку, сколько людей, сколько автомобилей. И вы знаете, это наше будущее, это тоже ждет Украину, и кто-то это сделает. Поэтому этот кто-то, это тот человек, который отведет как можно больше людей на это событие. Вы знаете, события в нашем бизнесе, это как раз основа, это то, что нужно контролировать всегда, и нужно считать количество людей, которые вы туда привозите. И для того, чтобы эффективно работать в бизнесе, вы должны показатели отсчитывать. Здесь у меня не загрузился слайд, загрузился второй слайд. Я хотел показать количество людей на событии. Некоторые из вас видели эти слайды уже, я их очень часто показываю, потому что такой показательный пример. Да, я смотрю, не у всех, наверное, видно слайд. Ну ладно, показательный пример. Вы можете увидеть, как у нас с супругой развивался бизнес. Мы на первое событие поехали в Киев вдвоем и привезли с собой еще двоих людей. Это были люди, которые живут в Киеве. И на следующее событие я купил 20 билетов. Я не знаю, насколько серьезно вы настроены, я не знаю, как вы хотите развивать этот бизнес. Но я вам скажу, если вы не будете делать вызовы с тебе, то у вас бизнеса не будет. Если вы будете жаловаться, если вы будете говорить, что что-то не так, у меня что-то не получается, у вас тоже бизнеса не будет. Вы должны, прежде всего, взять ответственность на себя. Не надейтесь на спонсора. Никто вам ничего не должен. Вы должны думать только о своем бизнесе. И вы должны думать о людях. В нашем бизнесе деньги, баллы, автомобили – это все второстепенно. В нашем бизнесе самое главное – это люди. И чтобы создать эту команду людей, вам нужно использовать события. Прежде всего, вы должны сами принять решение. Я знаю, много людей, они до сих пор не приняли решение, едут они в Киев или не едут. Некоторые думают, но если со мной кто-то поедет, вот тогда я тоже поеду. Есть такие мысли? Я думаю, есть. Я не буду просить вас. Я не буду просить вас ставить в чат цифры или плюстики у тех людей, у которых есть такие мысли. Я знаю, что такие есть, потому что у меня также были когда-то такие мысли. Но был момент, когда я купил 20 билетов. Ну, потому что билет стоит 50 гривен – это совсем, я считаю, небольшие деньги для предпринимателя. Так это вообще мизер. Но, по крайней мере, я понимал, что это будет мотивация. И с этих 20 человек нам удалось привезти 17. И вы знаете, эти 17 человек, понятно, что там были наши друзья, родственники, многие были для галочки, многие ему билеты эти подарили. Но я вам не рекомендую это делать. Это опять же грабли, понимаете, все мы наступаем на эти грабли. Но, тем не менее, это дало нам рост. И события сделало эту работу, потому что на событиях за вас работают профессионалы. И супер, я вижу, что есть в Киеве. Да, если у вас есть в Киеве знакомые или в ближайших окрестностях, вы сможете их, конечно, пригласить. И если вы посмотрите на второй слайд, это как раз наш доход. Он рост пропорционально людям на событиях. Поэтому хотите роста дохода, позаботьтесь о том, чтобы у вас росло количество людей на событиях. Я рекомендую вам сделать несколько вещей. Ну, прежде всего, если вы хотите повысить количество людей, у вас должно быть уже 5 билетов. Минимум 5. Если вы не купили еще билеты, у вас есть возможность это сделать. Ну, по крайней мере, есть возможность сделать заказ сегодня, завтра, послезавтра, и у вас будут билеты. Вам нужно написать список людей и сделать звонки. Я вам рекомендую, напишите списки. Напишите. Вы знаете, в нашем бизнесе нужно писать списки постоянно. Нужно каждые полгода переписывать свой рабочий список. Нужно делать списки людей, которых вы обзваниваете перед каждым событием. И я вам рекомендую написать очередной список людей, которым вы позвоните и которым вы расскажете о событии, которое будет в Киеве. Вы можете позвонить и сказать, ты знаешь, у нас есть четкий план, у нас есть надежный партнер в виде компании ЛР, которая до сих пор нам цены, у которой доллар до сих пор по 8. И есть возможность, я могу тебя познакомить, делайте промоушен своим спонсором. Если у вас нет результата, если вы не можете позвонить и сказать, дружище, мы с тобой общались полгода назад, вот за эти полгода у меня чек вырос три раза. Если у вас такого нет, я понимаю, что у многих людей нет такого результата. Вы можете показывать результат своих спонсоров. Вы можете говорить, что ты знаешь Андрея и Женю Харольских, помнишь, я тебе когда-то про них рассказывал? Так вот, у них уже чек больше 80 тысяч гривен. Если хочешь, поехали в Киев, я тебя смогу с ними поближе познакомить. Ты знаешь Андрея Овчаренко? Ну, я могу тебя с ним познакомить, потому что он предприниматель, крупный предприниматель, да, и у него есть традиционный бизнес. Тем не менее, он развивает бизнес ЛР и не менее успешен в нем. И как раз такими людьми вы сможете, ну, скажем так, привлечь внимание наших своих кандидатов. Поэтому я рекомендую, напишите всех, кому вы проводили встречу, напишите всех, кто есть в вашем бизнесе, но он не активен. И расскажите им о этом событии, пригласите их. Понятно, что многие не поедут с вами, но если вы этого не сделаете, вероятность того, что они поедут равна нулю. Но если вы сделаете звонки, скорее всего, вы сможете кого-то с тобой взять. Ну и, конечно же, провести максимальное количество встреч. Максимальное количество встреч за эти несколько дней. И если вы хотите вырасти, в любом случае, эти встречи вам помогут. Даже если вы не сможете отвезти этих людей на события, то встречи, вы понимаете, да, что это самое главное в нашем бизнесе, это проводить встречи. Поэтому вот эти три вещи, которые я выделил зеленым, просто зафиксируйте у себя. Примите четкое решение, ваша позиция должна быть железной. Вы едете на это событие. Вы должны показать эту позицию своим партнерам и кандидатам. Напишите список и сделайте звонки. Как можно скорее это сделайте. Ну и проведите максимальное количество встреч. Конечно же, если у вас в Киеве есть знакомые, обязательно их также пригласите. Вы сами выбираете. Вы выбираете, по какому пути вам идти. Или путь провала, или путь успеха. Я очень хотел бы, чтобы вы сидели на этом бизнес-дне, чтобы вы смотрели на Томаса Херсона, на Андрея Женю Харольской. И смотрели, и вы наслаждались собой. Потому что вы чувствовали себя, что я, и могли похвалить себя, что я молодец. Я сделал все, что от меня было, что мне нужно было сделать. Я выложился на все 100%. И я привел с собой то количество людей, которые я хотел. Но я знаю, что будут люди, которые не смогут это сделать. И они вспомнят мои слова. Может быть, вы сделаете вывод. Может быть, я это сейчас говорю для себя. Потому что это прежде всего для меня задача. Конечно же, у нас всегда есть выбор. Поэтому я рекомендую вам потрудиться эти несколько дней. Сделать те рекомендации, которые рекомендует нам система. Ну и, конечно же, вывести максимальное количество людей на это событие. И это событие просто сделает всю работу за нас. Ну и тем людям, которые попадают на Академию младших менеджеров 25 числа. Ну, понятно, что отдельный респект. Это будет, я думаю, это будет незабываемая, как всегда, Академия. И, конечно же, у нас будут новые младшие менеджеры, которые для себя, ну, скажем так, опыт, который они получат на этой Академии, они никогда не забудут. Потому что я помню свою первую Академию до сих пор. Друзья, успех не случайность. Конечно же, мы должны идти навстречу ему. И я хочу закончить эту школу на позитивной ноте. Хочу пожелать вам всем в этом году прорыва, квантового скачка в бизнесе. И событие, которое у нас будет, оно просто является, наверное, самым мощным инструментом для того, чтобы этот год вы запомнили на всю жизнь. Чтобы вы своим детям могли сказать, ты знаешь, 2015 год – это тот год, который изменил полностью всю нашу жизнь. Благодаря тому, что мы потрудились в этом году, сейчас мы имеем то, что мы имеем. Друзья, у меня все. Мне было приятно в этот праздничный вечер быть с вами. Конечно же, увидимся со всеми в Киеве. Всем до скорых встреч и больших списков вам, большого количества звонков, ну и, конечно, большого количества партнеров на событии в Киеве. Всем доброго вечера. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok